Здравствуйте, Орзубек. Прошел у нас традиционный турнир по боксу в памяти Героя Советского Союза Душенкула Шапукова. Ну и, наверное, можно в вашем лице поздравить Федерацию. На очень высоком уровне прошел турнир. Как вообще в этот раз организовывался он? – Добрый день, Техер. Во-первых, приятно, что пригласил на твою передачу. Турнир прошел на должном уровне, особенно если смотреть его по телевизору. Была хорошая картинка. Я думаю, что он уйдет и в YouTube, и в интернет-сети. И это будет, в общем-то, так он смотрится очень хорошо. Ну и, наверное, самое главное, все это, конечно, антураж, самое главное – качество турнира. Казахи приехали неплохим составом. Не первым, конечно, и узбеки не первым составом приехали. Но сегодня и узбекская, и казахская школа бокса, они на самом пике, в тройке, в четверке они лучших боксеров мира. Поэтому там, что первый, что пятый боксер приедет, они примерно одинаковые. Поэтому команды хорошие приехали. Очень хорошая команда приехала, команда Белоруссии. Это приехал как раз состав, который у них был запланирован турнир. И он очень четко подходит к чемпионату мира, который будет в мае в Ташкенте. Они провезли первый состав. Монголия приехала тоже первым составом. Поэтому турнир получился такой, какой должен был. Ну, наверное, нужно отметить, кто помог провести турнир. Ну, да, да. Ну, начнем, конечно. Турнир традиционный. Он всегда, всегда, самая главная ответственность лежит на Федерации бокса Кыргызстана. И совместно с, ну, сегодня это Министерство культуры и Департамент спорта при Министерстве культуры. Это наша обязанность. Мы ее каждый год проводим. Наверное, все-таки надо, Федерации бокса надо, так как я тоже участвую, Федерации бокса надо отдать должное, потому что не так много осталось тех традиционных турниров, которые сохранились с Советского Союза. И вот на сегодняшний день мы, Федерация, во главе с Умбитолея Токтор Ильичем Кадырлеевым, также приложили максимум усилий. И, а там, провелись переговоры. И прилетели представители президента ИБА, Умара Кремлева, Умара Назарыча Кремлева. Ему тоже большое спасибо, потому что он сейчас по регионам, не только Советского Союза, и по регионам мира, очень сильно уделяет внимание боксу. Помогает финансово, помогает технически, помогает организационно. И, в общем-то, это очень большая поддержка, очень большая помощь. Ну, я могу сейчас официально поблагодарить его за то, что даже за то, что была команда, которая технически нам помогла. Даже в этот раз, чисто в организационном плане, бои были четко поставлены, по сессиям сделано это все. Хотя было почти 150 участников, и не было перекосов по боям. Здесь вот они нам помогли. Ну, и сам в плане того, что призовой фонд был выделен Умар Назарычем, Кремлевым, это тоже большого стоит. Ну, а вся остальная организационная работа, все это, конечно, ложится на плечи федерации. И вот сейчас вот турнир проходил в марте, обычно он в январе проходит, и были накладочки финансовые. В этот раз департамент физико-культуры и спорта очень хорошо помог, вовремя все выделили, с гостиницами. Да, были небольшие пробелы, но это чисто рабочие моменты, которые по ходу сразу сглаживались, все было хорошо. Ну, в этом, наверное, и сказывается большая работа федерации, то, что сумели договориться с Умаром Кремлевым. И, кстати, он в прошлом году же был у нас в стране с визитом. Да, да, он прилетал. Есть планы, есть планы пока, ну, пока... В секрете поддержим, да? Даже не в секрете, они в перспективе, в реальной перспективе, дай бог Умару Назаровичу здоровья, да, в ближай, в перспективе, это база, спортивная база, где она будет находиться, мы сейчас вот посмотрим локацию, где это будет находиться. А, в принципе, работа идет, работа федерации с ИБАС, с Всемирной боксерской ассоциацией, с Федерацией бокса России, других стран. В принципе, работа идет. Слава богу, мы оживаем, оживаем, и это немаловажно. Сейчас, потому что осталось полтора года до Олимпиады, но тут не оживать нельзя. По итогам турнира, как вам наша сборная? Ну, сам факт того, что в финале было 13 киргизских боксеров, в общем-то, это уже факт. Это факт, это говорит о том, что бойцы подошли, неплохо подошли, но, конечно, я не буду кривить душой, потому что есть там пару боксеров, я не буду называть их фамилии, которые, как у нас говорят в боксе, устроились в первом бою. Можно это, конечно, отнести на судейство, можно отнести на что угодно, да. Но кому руку подняли, тот и выиграл. А это говорит о том, что, в общем-то, значит, где-то все-таки есть недоработки. И мы просто очень хотели, проводя такой серьезный турнир, вкладывая такую массу денег, да, хочется, чтобы ребята дома провели 3-4 боя и, ну, набрались опыта и психологического, и физического. Ну, здесь вот пару бойцов нас расстроили. А здесь еще очень большое преимущество было на этого турнира. Все-таки федерация добилась того, чтобы на этом турнире проходили квалификации судей. И судей, у кого, вы знаете, у нас есть одна, две и три звезды, да. Вот так, суди, кто имели одну звезду, могли здесь получить вторую звезду. И вот Кыргызстана было 12 судей заявлено. Все они здесь вот на шапоку участвовали. Они сдавали и теоретические экзамены, и практические экзамены на ринге. Может быть, вот это судейство и было, где-то люди, наверное, перед экзаменем мандражируют. Может быть, вот эти вот погрехи и были. И вот, в принципе, сейчас пока результат не знаем, они уехали, сказали где-то в течение месяца дадут результат. Ну, я думаю, там наши судьи получат свои заветные звезды вторые. И тут приезжали и казахи были, и узбеки приехали за звездами. Поэтому для мира бокса квалификация, не каждый турнир может повести квалификацию. Говорят, в этом году на азиатских играх будут лицензии для боксеров разыгрываться. Как вообще на самом деле сейчас обстоит с путевками в Париж? А, значит, в мае месяце, в начале мая будет чемпионат мира среди боксеров-любителей. Он пройдет у нас здесь рядом, в нашей близкой, дружественной стране, в Узбекистане. Я думаю, это будет очень большой праздник. И единственное, что, конечно, нас огорчает, то, что предолимпийский чемпионат мира, он оказывается нелицензионным. Как это раньше мы привыкли. Это уже второй раз подряд. В 2019 году было в Викторинбурге, был чемпионат мира. Он тоже был нелицензионный по каким-то своим соображениям. МОК не дал. Ну, есть вот сейчас вот это противостояние МОКа и ИБА. И в этом году, в общем-то, чемпионат мира будет просто чемпионат мира. Да, а лицензионные турниры будут два. Азиатские игры, раз, азиатские игры. И еще азиатские игры, раз. И два турнира. На каждый континент дается два турнира. Вот у них, допустим, парамериканские игры будут, европейские игры будут, азиатские игры будут. И плюс к каждому играм еще один турнир в какой-то из страны. Там Европа, Азии будет проводиться. Так что, ну и скорее всего, потом это еще будет по набору баллов. Сейчас тоже как вот в дзюдо, как в других видах спорта. От того, в каких турнирах участвовал, сколько, какие места занимал. За каждый турнир класса А начисляются очки. И эти очки суммируют. Если даже человек не прошел где-то здесь, он может по очкам добрать и попасть на Олимпийские игры. По рейтингу, да? По рейтингу, да, он может попасть на Олимпийские игры. Ну, есть такие шансы. Но я думаю, мы до этого доводить не будем. В общем-то, по крайней мере, из наших ребят где-то пять, которые достойны. Достойны, прям, ну, это зависит уже от меры подготовки и насколько тренера смогут подвести именно к тому или иному турниру. Госпожа, удача. В принципе, шансы всегда есть. Да, нет, здесь можно сейчас реально сказать, что порядка пяти человек у нас реально могут претендовать попасть на Олимпийские игры. Просто у нас за всю историю на Азиатских играх всего четыре призера. Да, но посмотрим, посмотрим, что получится дальше. Так что вот тут, как бы, такие планы сейчас. Что еще именно у федерации, не у сборной команды, а в планах у федерации? Ну, вот я еще с федерацией не разговаривал. В общем-то, есть предложения от, два предложения. На май месяц это турнир Короткова. Это очень сильный турнир, тоже традиционный. По-моему, тоже в районе 42 турнира уже прошло. Тоже с хорошим призовым фондом, с хорошим... Так же ребята встречают, все хорошо. Ну, я думаю, что два-три боксера мы туда повезем. Так же, вот сегодня буквально был звонок Забайкальский федеральный округ, президент Забайкальского федерального округа Дмитрий Сергеевич. Он сделал приглашение на матчевую встречу. Четыре команды, я думаю, будет это очень интересно. Четыре команды, там они хотят Китай, Монголия, Россия и Кыргызстан пригласить. Я думаю, что мы потом, наверное, будем разговаривать. Надо уже будет, может быть, даже те, кто молодые ребята, тех обкатывать. Обкатывать и смотреть, что получится. Там опять же, есть еще в планах. Конец августа приглашают на сборы и также провести матчевую встречу. Это Россия, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Узбеки, вот эти четыре страны. По помощи провести сбор. Это в... Сейчас забыл, как называется эта база рядом в Кемеровской области. С Салоники, что ли, как так вот как-то называется. Очень хорошая база. Вот ребята приглашают. Туда, наверное, съездим. Ну и вот теперь будем готовиться к азиатским играм. Это основное мероприятие в этом году, в котором мы должны проявить себя. Так, в принципе, вот сейчас вот посмотреть Паша Бокова. Спасибо спонсорам. Я сейчас не буду их называть, может, кого-то забуду. Спасибо спонсорам. Это работа Федерации бокса, в том числе президента Федерации бокса. Что нашли спонсоры, нашлись люди, которые, если сейчас посмотреть, в принципе, и красочность была хорошая, и телевидение было. И, соответственно, у ребят уже совершенно другой настрой. Потому что они видят, что уровень поднялся, надо выступать на уровне. Вот такие ближайшие планы. Ну, а самый главный старт – это Олимпиада. Но перед Олимпиадой два турнира очень ответственных. Вот к ним будем готовиться. Ну, что ж, желаю удачи, Орзубек. Удачи нашим ребятам на майском чемпионате мира. В прошлый чемпионат мира в шаге отмедали трое наших боксеров. Уступили в четвертьфинале, да, в шаге. Надеемся, что в этом году повезет больше. Ну, и в завершении разговора вот можете что-нибудь сказать. Ну, дорогие друзья, во-первых, я как бы в заключении разговора хочу всех поздравить с праздником. Вот Роза, сейчас хора зайдет. Сема добра, тепла в домах. Наверное, даже тепла в голове, в голове и в сердце, да. Это, во-первых, все уже. Роза Котболсон. Ну, хочу пожелать, как я всегда и говорю, здоровья и удачи. Остальное все должно быть с нами. Хорошего настроения. Все, спасибо. У нас в гостях был вице-президент федерации бокса Каргызской республики. Семикратный чемпион мира среди боксеров, профессионалов Розубек Назаров. Спасибо, что пришли. До свидания. Спасибо. Все хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова